С Верой в спорт Итак, начала я уже говорить по поводу окончания хоккейного сезона для нашей сборной И в первую очередь хотелось бы услышать ваши впечатления от игры нашей сборной От матча Россия-Канада в чертовой финале Расскажите, пожалуйста, что вы думаете, что вы переживали, что вы чувствовали Хотелось бы сразу поправить Наша команда была не одна из самых молодых, а практически самая возрастная на этом турнире Самая возрастная? Да Но вместе с тем опыта ей, как многие говорят, не доставало Да, согласен, потому что это мое мнение Что в нас в стране хоккей, на детский хоккей немножко смотрят не очень хорошо Хотелось бы, чтобы лучше развивали детский хоккей У нас смотрят на взрослые команды в больших городах А в таких городах, как город Киров, в принципе, вообще забывают про детский спорт Не только про хоккей, а вообще про весь спорт детский Да, отмечу, что Сергей является тренером, в частности, хоккейной команды «Союз-2010» Насколько я поняла, общаясь с вами за эфиром, что это самая молодая команда, которая выезжает уже на чемпионаты какие-то, на соревнования Да, «Союз-2010», дети 2010 года пока относятся к платным группам спорткомплекса «Союз» Почему платным? Сразу объясните Потому что они тренируются, они платят абонентскую плату спорткомплексу, 2000 рублей, я так понимаю, им предоставляется Ну, покупают абонементы, за эти абонементы они катаются три раза в неделю на полплощадке на льду Как бы в удобное время, там, с 7 вечера Это как бы для родителей это удобное время, и для детей, там, кто в школу уже ходит, они все успевают Вот, но с сентября месяца эту команду, этот возраст берет под себя спортшкола «Союз», и они уже будут в структуре спортшколы «Союз» числиться То есть причина платности либо бесплатности тренировок именно возрастные причины? Ну да, чем старше, там, соответственно, уже другие ребята на подходе в платные группы Там платные группы формируются где-то с 4 лет, как бы можно туда попробовать прийти Вот, и чем старше дети становятся, соответственно, другие маленькие их подпирают, и эти жена куда-то девать детей Вот, есть спортшкола, куда они уходят И чем больше детей, соответственно, тем больше уровень, идет уже как бы отбор Но у нас в городе отбора как такового нет, есть только пока набор То есть у нас не очень много желающих ребят Родители должны быть в таком возрасте У нас нет такого бума, как бы, хоккейного Если бы вот нас как-то помогали нам, в частности, хоккей То, может быть, у нас и был бы бум желающих, как бы, я знаю, много Ну, он достаточно затратный вид спорта И достаточно много лежит на плечах родителей Давайте об этом подробнее, чувствую, рвется у вас негодование То, что негодование, как бы, нет, я не спорю Там, спортшкола, как бы, помогают детям И, в частности, вот я, как бы, 2004 год веду В этом году мы участвовали там и на золотой шайбе И нам, как бы, давали какие-то финансы, помогали там выезжать куда-то на товарищеские игры Там на соревнования, все Но все равно, как бы, надеемся, что когда-нибудь будут помогать нам гораздо лучше И, потому что дети есть, перспективные дети, хорошие есть дети В частности, вот, 2010 год, там хорошие ребята есть Так что будем надеяться, что будут помогать нам Помогать финансово Финансово, да, потому что, ну В чем именно, куда эти финансы будут расходоваться? Я почему спрашиваю, буквально два часа назад у нас в этой же самой студии Была программа «Разворотный бизнес», где как раз представители бизнеса рассказывали Как именно они помогают, либо у себя в организациях Производят помощь тем, кто желает заниматься спортом Вместе с тем это и любительский спорт, и это детский спорт Ну, конечно же, больше внимания обращается на детей-сирот, детей с заграничными возможностями Но я думаю, что если речь идет о таких ребятах, которых, в частности, воспитываете вы Что они, ребятки 2010 года, уже занимают первое место Да, мы съездили, вот сейчас за год, за сезон мы съездили, скажем так, в трех турнирах поучаствовали В одном турнире, там мини-турнир был в Санкт-Петербурге Там мы заняли из восьми команд седьмое место И помимо этого мы сыграли еще четыре товарищеских игры Там со СКА сыграли, с командой «Олимпийскими надеждами» сыграли И две игры «Динамо», вот «Ротенбергская Динамо» там они открыли Вот с ними сыграли Ну, СКА и «Олимпийским надеждам» мы проиграли там в упорной борьбе А с «Динамо» мы обе игры выиграли, там, первый и второй состав Вот, ну, у них, вот я говорю, у них бум У них 200 человек приходит В Петербург сейчас мы не говорим Да, я прям просто, ну, как бы, чтобы для сравнения У них идет 200 человек, это в одну школу А школа у них около 20 школ По городу? Да У них приходит 200 человек, и тренер себе выбирает 30 Извините, и у каждой школы есть лед? У каждой школы есть каток, свой причем А у нас вот по школе нету своего катка Сколько у нас площадок рассчитанных? У нас в области всего три катка Это «Союз» непосредственно? «Союз», «Дымка» и «Лимп-арена» А там, я так понимаю, что тренируются школы Ну, школы нам предоставляют Кем занято это время? Ну, вечернее время, вот, с пяти до семи Я понимаю, как бы, у нас Меня так, конечно, так спрашиваете В школе предоставляют лед Не то чтобы дневной, там, где-то примерно школа Начинает кататься утром, кто во вторую смену Дети учатся с восьми, там, до десяти, там, до пол-одиннадцатого И днем, там, с двух до пяти Там, пяти-тридцати Ну, видите, у нас еще какой минус? У нас дети учатся в разные смены Вот, ну, опять же, в других городах В основном все дети уже учатся в одну смену Ну, вроде как говорят, что мы к этому еще придем Ну, так интересно, когда хотелось бы уже побыстрее Чтобы мы к этому пришли Просто было бы очень хорошо, если бы дети учились в одну смену Собрать команду, всю команду проблематично Проблематично найти лед, чтобы собраться всей командой Вот, лед, опять же, недешевый Это все, опять же, на плечах родителей И, собственно, те выезды, о которых вы сейчас сказали В Петербург, все эти игры Да, это вот мы продолжим Вот мы съездили в Санкт-Петербург, сыграли Потом был турнир в Пестрицах Как бы город Казань Там удачно мы съездили, первое место заняли Там были команды из Казани Сказали, первое место заняли Первое место заняли, ребятки Первое место заняли Восемь лет, да, семь-восемь лет Да, семь-восемь лет И вот последний турнир у нас был в Набережных Челнах Там, опять же, он такой межрегиональный турнир получился Там была команда с республики Башкортостан Торос, Нефтекамск, тоже хоккейный город Там команда представлена в высшей лиге Были эти же Олимпийские надежды Которые мы в Новый год проиграли А здесь вот мы их в Санкт-Петербург Тут мы их обыграли 2-0 Команда очень хорошая Потом хозяева Набережная Челны Очень упорная игра была Ребята молодцы, проигрывали 2-0 И вырвали победу 3-2 Опять же, Казань была представлена Республика Татарстан Команда Зеланд Они тренируются на базе Где проходил Универсиада проходил Они вот там катаются Тренируются Потом была команда Вятка Город Киров И мы, шестая команда Ну, так получилось, что мы заняли первое место Обыгра всех Поздравляем Ребята молодцы Это тоже все оплачивали родители Да, это как бы все оплачивается Но вот если не считать Как бы родителей трат на себя То как бы я примерно могу сказать Сколько на ребенка уходит на 3 дня съездить на турнир Это мы стараемся ездить Вот говорю, там Казань Набережная Челны Это 500 километров Это вот расстояние Но это на ребенка уходит И 6-7 Только съездить на 3 дня на турнир И это как бы Ну, это коммерческие турниры Это понятно Как бы не это не первенство в России А на коммерческие турниры Вот родители за свой счет вот возят Это не считая экипировки Клюшки, коньки Форма Дети растут Форму менять надо А что ребята получают за то, что они побеждают в таких соревнованиях? Ну, на турнирах мы получили Каждый получил грамоту Медальку, кубок Положительные эмоции Уверенность себе Об этом мы еще побольше поговорим Да, уверенность себе получили Ну, по итогам каждой игры Там награждали лучших игроков И По итогам всего турнира Также были награждены Как бы лучшие игроки Среди наших ребят есть такие? Да, есть Как бы вот на последнем турнире В набережных Челнах У нас как бы Прис лучшего Вратаря получил Сергей Боловиков Сережа Да Семь-восемь лет Ну, семь-восемь лет Да, я как бы точно до утверждения не запомнил Молодец Да, молодец Серега старается Вот Да Итак, подытожим Что мы сегодня уже проговорили о том Что не хватает категорически в Кирове Не только спортшкол Не хватает площадок Где можно тренироваться Заниматься хоккеем Любительским Либо вот в секциях Варианты Какие вы видите Выход из этой ситуации? Строительство? Мое мнение В каждом районе Это там чистые пруды Там солнечный берег Там вроде есть коробки Которые зимой сбываются Да Ну коробка Когда там снега нет до декабря Как они кататься будут? Я, к примеру, говорю Просто надо строить фоки Просто четыре стены Каток Вот Не надо там какие-то дворцы строить С трибунами Сколько это примерно стоит? Один фок Ой, я ведь не строитель Я как бы примерно не знаю Ну, это Это надо спрашивать у специалистов Ну В любом случае Это все окупается Как бы Мое мнение Это окупается чем? Что дети не ходят Не шатаются на улице Они вовлечены в спорт Они будут заняты У них некогда будет Заниматься ерундой Страдать ерундой И у нас как бы Подрастающее поколение Будет физически развито Ну и как мы все прекрасно знаем В хоккей играют настоящие мужчины То есть мы и характеристили Да, это как бы командный вид спорта Да Ну и я не скажу, что там Только мужчины и мальчики играют Есть и девочки У меня сейчас маленькие То занимаюсь маленькими Есть девочки уже ходят Занимаются И у нас В 4-5 лет Да, и я как бы У нас в 2003 году У Евгения Андреевича Ласькина Занималась девочка Илона Маркова Она вообще в молодежной сборной России Играет Привлекается в молодежную сборную России Так что и девочки Занимаются Идут Лишь бы было где заниматься Вот Давайте перейдем к приятным вещам И пополам поделимся Кто-то в первую смену учится Дети там в школу своих Вот мне написали список Кто-то во вторую Значит, соответственно Кто-то с утра будет ходить Тренироваться Кто-то вечером Ну не вечером Там где-то с двух С полтретьего Вот в это время У них будет лед У тебя же нет более Жесткой привязки ко времени Да? То есть они могут И днем И вечером Нет Нет У нас предоставляется лед Расписание У нас же в школе Несколько возрастов К примеру Ну я пример говорю Это еще не точно Например Вот сейчас 2009 год Катается там В 2.15 Вот в 2.15 До 3.15 И час льда Соответственно В таком возрасте Детей Самих как бы Одних с формой Не отпустить Соответственно Это на родителям Их привезти В 2 часа Родители работают Как вы Думаете что работают Правильно? Конечно Вот Проблема в этом Вот Что Надо детей привозить Ну хорошо У нас есть в спорткомплексе Нам Спорткомплекс предоставляет Места для Складирования формы Там для сушки формы Это как бы Большой плюс Но все равно В этом возрасте Проблематично Детей отправить Одних В такое время На тренировки Так что Родителям опять же Придется Потрудиться Привезти На тренировку А если мы говорим О тех ребятах Которые Ну в силу Разных Не прошли этот путь С 4 до 8 лет Не занимались Все время Вот именно Когда им Уже было вот 8 Может быть 10 Может быть 12 лет Они решили Хочу заниматься Хоккеем Что делать Я знаю В случае Даже Человека Который в хоккей Пришел В 10 человек Но ему было дано И он как бы Догнал И наверстал И это единичные случаи В таком возрасте Придя в хоккей В 10 лет Тяжело Очень догнать Тех ребят Которые занимаются С 4-5-6 лет Даже в 6 лет В принципе Не поздно Прийти в хоккей Начать заниматься Но если ты уже В 10 лет Пойдешь То это уже Преблематично Ты должен Там 7-5 Ваубу Чтобы догнать Всех остальных Подождите А как же Различного рода Любительские лиги О которых мы еще В конце программы Я думаю Что успеем поговорить А там как Неужели это тоже Все те Кто играет В ночной хоккейной лиге Это все те люди Которые тренировались С самого раннего возраста Нет Там есть Ребята Которые только-только Встают Ну просто уровень Разный у любителей Получается Очень-очень Как бы Разница уровень И те команды Которые у нас ездили Алмаз На Всероссийский Фестиваль Как бы там Можно сказать Собраны Одни из лучших ребят В Кировской области И они как бы Предоставляли Кировскую область Область На фестивале В городе Сочи Да Команда Алмаз Отличилась у нас В хорошем смысле Отличилась Об этом мы еще скажем Обязательно Пока вернемся К детскому хоккею Напомню Что это программа Свероспорт В гостях у нас Тренер Хоккейной команды Союз Сергей Утробин Вернемся К детскому спорту В 4 года Вы говорите Вы рекомендуете Давать детей В хоккей Если Стоит какая цель То есть Это профессиональный спорт Либо это Какие-то Намерения родителей Относительно здоровья Ребенка Воспитание Его характера То есть С какими целями Приходят к вам Родители и дети Ну Тоже Фанатеть не надо В 4 года Не надо Там заставлять Ребенка Да Можно в 4 года Поставить Как бы На лед Дать попробовать Да Попробовать Понравится ему Не надо его напрягать Как бы заставлять Там Ему должно понравиться Вот Его надо завлечь туда Чтобы он с большим желанием Бежал туда На этот каток Там брал Клюшку Там Все что угодно Игровой вид спорта Как бы Чтоб ему это нравилось Чтоб Дальше Это идет у нас Как бы ОФП Здоровье Чтоб ему он меньше болел И опять же Некоторые родители Уже в этом возрасте Видят В детях Там Малкина Овечкина Вообще Даже Исключить Это Они должны видеть Радость В глазах детей Огонь Да Огонь Все Вот это самое главное А уже дальше Когда дети растут Не забывая про школу Про все Дальше Дети сами поймут Надо это им Или не надо Соответственно Родители должны Немножко помогать Вот в этом И суть родителей И тренера Чтобы они им помогали Дальше Расти и развиваться И уже на выходе Они уже должны Как бы Уже быть Можно сказать Настоящими спортсменами И в жизни И в спорте Хорошими людьми Вы помянули о том Что Важно Помочь Остаться В спорте Не уйти Когда Какие-то сложности Возникают Вот интересно Ваш опыт Как тренера У каждого Мне кажется Ребенка Возникает Иногда Такое Чувство Что Не хочу Что это Не мое Я не буду У меня Другие интересы Мне хочется Пойти погулять С ребятами Лучше С друзьями Я Там Из спорта Либо там Из музыкальной школы Либо откуда-то еще Ухожу Как вы действуете В этот момент Что О чем вы говорите С ребенком Говорите ли Да Мы как бы Пытаюсь Разговаривать Был у меня тоже И случай Такое Все Но там Опять На понять Как бы Опять же Финансовая сторона Встала И как бы Родителям Очень тяжело Ну пока не берем В учет Финансовую сторону Это конечно Сложный вопрос Хоккей С детьми Разговариваем Объясняем Что за счет Хоккея Пусть они даже Не будут Там профессиональными Хоккеистами Но за счет Хоккея Они могут Найти себя В жизни Могут Сейчас Во всей стране Развивается Студенческий хоккей И очень много Там и в больших Городах Очень много Студенческих команд Они при университетах Они учатся В хороших университетах И играют Даже я знаю Случай Где в некоторых Университетах Деньги Ребятам платят И они этим деньгами Оплачивают Сами себе Учебу И я объясняю Ребятам Что пусть мы Не будем Все профессиональными Хоккеистами Но за счет Хоккея Вы можете Найти в жизни Друзей Хороших Верных Друзей Найти себя В жизни Поступив В престижный Университет Ну и соответственно И дальше По жизни Идти Со спортом В ногу Это гораздо Интереснее Чем Ты На улице Шататься Я так считаю Ну это кажется Что да То что Вы сказали Наверняка Влияет А еще Расскажите Пожалуйста Именно личные Качества Какие воспитывают Это хоккей Про здоровье Вы сказали ОФП Что Частое Пребывание Скажем так На льду Да И тренирует И органы дыхания Насколько я понимаю И закаляет Здоровье Закаляет Да Очень закаляет Что касается Характера Ну во первых Хоккей Это командный Вид спорта Это Ребенок Растет в коллективе И Опять же Они общаются Дружат Редко Кто Не вписывается В коллектив Ну они Как бы Можно сказать И уже Потом дальше И не остаются Но в основном Все они В коллективе Общаются Хорошо Между собой И на протяжении Всей жизни Они как бы Дальше так И продолжают Общаться Это уже Чувство коллективизма Идет у них Поддержки Не знаю Вот Поддержка Это очень важно Потому что Наблюдая за хоккейными матчами Мне кажется Каждый ловил себя на мысль Что невозможно Просто уследить Даже зрителю Даже по телевизору За полетом шайбы Потому что Настолько быстро Все происходит Молниеносно просто Да Выработка реакции То есть умение Вовремя Быстро Принять решение Причем правильное решение Это первое Во-вторых Довериться Своему партнеру По звену Как-то передать Инициативу Ну хоккей Это же такой вид спорта Там ведь не только бегаешь Как бы И там Ну не только силы Нужна еще и голова на плечах Без этого Без головы никак Если Если головы нет То как бы тяжело Ты можешь быстро бегать Но Думать надо Обязательно Обязательно думать Это Ну скажем так В хоккее Как бы Умные Очень Нужны Вот посмотрите Вот Павел Датсюк Ему сколько Скоро 40 лет А в таком возрасте Вам можно сказать Лучший центральный нападающий В России И отыграл На чемпионате мира Те ребята Которые приходят К вам в первый раз В чем заключаются Тренировки То есть что Из того Что мы уже Причислили сегодня То есть умение Играть в команде Скорость Ум Да Что тренируете В первую очередь Ну первое Кто у нас приходит На лед Соответственно Мы только-только Их как бы обучаем Что вот Лед там Ставим на коньки Вот А привить Опять же Повторюсь Привить Любовь Как бы Заинтересовать их Там через игру Как-то Не только хоккей Есть всякие виды Там и эстафеты Можно сделать И Там не знаю Там Этот же футбол Можно на льду Поиграть Интересно Мячиком Ну главное Чтобы это детям нравилось И вот И чтобы они С удовольствием Шли на следующую тренировку Вот это Самое главное Вы разбираете Со своими командами Своими игроками Матчи Телевизионные Ну да Сейчас у нас Вот родители Снимали видео Ну просто Как такового И времени Пока не хватает Ну еще Может быть Даже где-то В этом возрасте Рановато Но в дальнейшем В будущем Мы обязательно Будем это разбирать И на примере Даже старших И ребят Своих 2004 года Когда мы играли На первенство России Мы сидели Перед играми Смотрели видео Разбирали это Обязательно Своей команды А соперников Вот как раз Именно мы Разбирали игру Команды соперников И в принципе Нам это помогло Мы с 2004 годом Попали в группу А Как бы с первого раза В группу сильнейших По региону По Болжье попали Вот Так же как у нас Вот и другие возраста Там 2002 2003 год Точно так же Как бы попадали туда И играли там В группе А Вы помянули о том Что Есть Дарование Которые придя в 10 Лет Имеют возможность Влиться в коллектив И влиться в хоккей Да и уже Но это надо быть Опять же повторюсь Это Блин Это Надо очень Таким Спортивным Но иметь какой-то Дар Талант Да и талант Надо иметь Потому что Тяжело Все равно В этом возрасте Будет догнать Тех детей Которые Скажем так С 5-6 лет Занимаются Хоккеем Это Посмотрите Разница Это Как в Общеобразовательной Школе 4 года Хорошее сравнение Вот Это же То же самое Та же школа Спортивная школа Это та же Самая Как образовательная Школа И каждая Тренировка Это Листочек Перевернутый Листочек И соответственно Чем чаще Ты занимаешься Меньше пропускаешь Тем толще У тебя книга Вот Как определить Все-таки По настроению Ребенка По его Активности Подходит ему Хоккей Или нет Если он сам Не говорит Что ему там Мама Папа Отведите меня Пожалуйста Я хочу заниматься Хоккеем Ну есть такие дети Есть Ну стараешься И как-то заставляешь Там Ну смотришь на них Они все в сторонке Бывает там Вот эту В кучу В игру Не лезут Там как-то так Но ты стараешься И как-то с ними Разговариваешь Объясняешь Что надо Брать на себя Инициативу Там Обыгрывать Все Ну как-то пытаемся Объяснить Рассказать Как бы Есть дети Вообще даже Не надо ничего Объяснять Они туда В эту кучу Сломя голову Летят У них глаза горят Вот А если Ребенок еще Никогда не соприказался С хоккеем Возьмем даже Сложнее ситуацию Когда он никогда Не стоял на коньках Но у родителей Возникает такая мысль Что может быть Сереженьке Попробовать Поиграть В хоккей Как понять По ежедневной Какой-то жизни Ребенка По его наклонности По характеру Что ему следует Или не следует Наоборот В хоккей Если он спокойный Такой По жизни То я не знаю На льду Это все Как бы Видно было Когда он научится Кататься на коньках С удовольствием Ли он туда идет Когда он Почувствует Когда уже Начнутся тренировки Там с клюшкой С шайбой Нравится ему Это нет Это все так Тяжело сказать Как бы Сразу С первых Двух-трех тренировок Нельзя сказать Если ребенок Там физически Не развит Как вот В больших городах У них же идет Отбор Они смотрят В зале Если ребенок Там гибкий Ловкий Соответственно Они сразу Сразу его Раз Все Мы его берем А если ребенок Не гибкий Не ловкий Там Не знаю То уже С такими детьми Тяжелее Конечно работать Но У нас Как бы В спортшколе С такими детьми Мы занимаемся И ничего В принципе Страшного нет Система подготовки В кировских Спортшколах Отличается От системы Подготовки В других регионах Ну Опять же Говорю По уровню Обеспечения Как бы Мы немножко Отстаем Вот Отношение тренеров К задаче Ну Отношение тренера У нас тренерский корпус Очень хороший Я говорю У нас У тренеров Воспитанники есть Играют Есть и чемпионы России Вот Взять там Алексей Филиппович Пестов У него есть чемпионы России Воспитанники Опять же Повторюсь Вот Васькин Евгений Андреевич У него Воспитанник Сейчас И в Владе Тольятти Играет В юношеской команде И девочка Вот Илона Маркова Вообще На чемпионате мира По молодежному На молодежном Чемпионате мира Играла У нас Как бы Хороший Тренерский корпус Сейчас 2008 год Тоже Они Ездят Там Многие команды Обыгрывают И Тоже Вот Это мой Одногодка Там Николай Ященков Тоже с ними работает То есть Даже На существующей базе В Кирове Возможно Достижение Очень высоких результатов Возможно Конечно Да И там уже Тренера Сами видят Когда Кого куда-то Отправить Чтобы человек Дальше рос И развивался Как бы Подскажут И помогут Так что У нас В принципе Отправить Из Кирова Да Из Кирова В другую команду В смысле В хорошем смысле Слово Я Я поняла Вот Помочь Как бы Найти дальше Продвигаться Потому что в Кирове так иначе Нет возможности Вы же сами видите У нас ни одной Профессиональной команды Нету Ни по какому виду Спорта Вот Так что А дальше Чтобы дети росли Взять К примеру Там Нефтехимик Нижникамск У них есть Ну это опять же Татарстан Да Там у них там Богатый регион И все Как бы У них там Все хорошо У них есть Все ступени Развития Детский спорт Юношеская команда ЮХЛ МХЛ Высшая Хоккейная лига У них договор Есть с командой Высшей хоккейной лиги И КХЛ Вот У них все ступени Для развития Есть Пожалуйста Дети Смотрят На взрослых Смотрят Хоккей Вживую Есть Примеры Для подражания Вот они Растут На местном же уровне Да На местном же уровне Все у них есть То здесь же Это как у нас Показать мастер-класс Да У них приходят Приезжают Мы так же Своих друзей Подтягиваем Приезжают К нам на тренировки Проводят Какие-то Мини-мастер-классы Там участвуют Фотографируются Наверное Очень заряжают детей Ну да Детям это очень нравится У нас раньше же Так же было Когда Олимпия Существовала Как бы Мы ходили Маленькими Смотрели В Чепецке Там на открытой коробке Смотрели Как мастера играют Сейчас жалко Этого нету Как бы Хотя очень хотелось бы Приходится детям Смотреть опять же Любительскую хоккейную лигу Вот да Переходим как раз К любительской хоккейной лиге К ночной хоккейной лиге Вы что-то еще хотели сказать? Да нет Как бы Я в плане того Что про детей Еще 2010 год Как бы Ребята Молодцы Стараются Ходят Родители молодцы Заинтересованы В этом виде спорта Родители Просто памятник Мне кажется Нужно поставить Дает возможность Детям так развиваться Вообще молодцы Как бы Мне говорю Слов нету Как они Я смотрю Просто они стараются Они не пропускают Тренировки Таскают Форму у детей Я уже правда Пацанов заставляю С самим Как бы Форму таскать Конечно Восемь лет уже Мужчины Вот Ну как бы Родители все равно В поездке В полном составе Каждый там ездит Все болеют Активно Вообще здорово Как бы И это заряжает Невероятно Я думаю Что эти победы Это большая заслуга Родителей В том числе Наверняка И расскажите О дальнейших планах Вот команды Десятого года И Мы будем готовиться Сейчас у нас Как бы Где-то около Тридцати человек Соответственно Где-то лет Я уже сейчас не помню Где-то в десять В одиннадцать лет Начинается Первенство России Будет начинаться Нам пока еще восемь Соответственно Два года у них есть Да Мы будем играть В этих же там Участвовать в соревнованиях Там золотая шайба Какие-то в коммерческие Три соревнованиях Ездить Участвовать Вот И Будем готовиться Как бы Первенству России Опять же В Первенство России Кто-то Попадет в заявку На Первенство России Кто-то нет Ну мои Планы Опять же Сделать Две команды Чтобы Одна команда Участвовала В Первенство России Кто туда не попадает Чтобы у них стимул Туда попасть А кто не попадает Они будут участвовать На золотой шайбе Но это Опять же Пока мои планы Посмотрим Как это все дальше Будет выглядеть А как решается, попадает в заявку или нет? По уровню игры, по уровню самоподготовки, как они могут, скажем так, за красивые глаза туда брать не будем, в основном как бы в команду, которая будет участвовать. Только с тех кто работает. Да, кто хочет, кто может, только так. Спортивный принцип. Да, сезон у вас осень, я так понимаю, что он возобновляется. Да, у нас сейчас уже все заканчивается, остается последнее, наверное, пару тренировок на льду. Потом мы еще с ними поиграем в футбол и мы их отпустим отдыхать. Ну, где-то с августа месяца они снова начнут готовиться. Август месяц они еще будут как платная группа, а с сентября уже, как бы, разговор состоялся уже все, с сентября они переходят в школу. В августе где-то будет готово расписание примерно, и с сентября месяца они уже начнут... Это все 30 человек? Ну, большинство, вот, скажем так. Потому что... Все-таки конкурс уже появляется, да? Ну, чем больше, тем хотелось бы еще больше. Уже какой-то конкурс отбирать детей там, как бы, вот. Ну, пока на данном этапе мы берем всех. Замечательно. Так, с детьми мы разобрались. Молодцы еще раз, ребята, поздравляю с победой. До новых побед. Привет. Итак, ночная хоккейная лига. Недавно буквально вернулись вы в пятницу. Тренировали вы команду «Алмаз». Расскажите, пожалуйста, об этом турнире, об этом чемпионате, который проходил в Сочи, где присутствовал, еще принимал участие Владимир Владимирович Путин, насколько я понимаю. Да. Наш президент, да, играет в хоккей, как бы, в принципе, достаточно для силы, скажем так. Но, несмотря на это, хоккей у нас теговато будет. Да, он, в принципе, не так давно встал на коньки и, как бы, ну, скажем, молодец. Как бы все работает, старается, как бы, в этом плане развивает хоккей, любительский хоккей. Вот. А турнир, также он проходит всю зиму, как бы осень-зиму, где-то весной мы закончили это перенство Кировской области, там участвовали команды «Салют», потом команда «Алмаз», команда была «Лига денег» и команда «Уралхим», город Кирово-Чапецк. Вот, четыре команды, ну, и команда «Алмаз» выиграла, в принципе, турнир такой достаточно сложный, все команды старались, боролись, как бы, за путевку в Сочи. Вот, но победил «Алмаз», как бы, съездили мы в Сочи в том году мы тоже… А вы изначально были тренером «Алмаза»? Ну, я уже с «Алмазом» где-то работаем, мы года, наверное, четыре, наверное, мы уже с ребятами работаем. Вот, там тоже есть человек, который помогает и частично, ну, не частично, а финансирует, на его плечах все это, как бы, лежит. Если, конечно, можно было бы сказать, я бы им, как бы, сказал. Это можно говорить так? Я не знаю, мы не против, если этот человек не против? Нет, ну, есть такая у нас сеть шин-монтажей автоспасатель, в частности, Александр Алюнин, он, как бы, содержит команду «Алмаз». Как здорово! Вот, все на его плечах. Он же помогал мне, ему большое, огромное спасибо, по детям, когда мы играли по 2004 году, он оплачивал судейство. Вот, как бы, Александр в этом плане очень фанат, молодец, как бы, он сам играет в хоккей. А он принимал участие в играх в Сочи? Да, два года вот уже, как бы, мы участвовали, мы в том году выиграли, съездили в Сочи, и в этом году так же точно, как бы, ездили и принимал участие, стараются, как бы, не занимать им желания, как бы, здорово, что есть такие люди, которые... То есть сам играет и дает возможность другим поиграть. Это очень круто. К сожалению, время наше заканчивается. Давайте, результат, да, с которым вы в Сочи съездили. 16-е место из 32 команд, конечно, хотелось бы лучше, но... Но это лучше, чем в прошлом году. Это лучше, чем в прошлом году, но две ступеньки. Вот, но хотелось бы, будем стараться и будем еще добиваться больших успехов. Да, Сергей Ильич, спасибо большое. Удачи по всем вашим направлениям, по взрослым, по детским. Будем ждать вас вновь с чемпионами, с представителями ваших команд, чтобы они уже рассказали, как они на своей шкуре все вот эти вот муки выносят, через что они проходят, для того, чтобы действительно играть в настоящий хоккей, показывать результаты и радовать своих близких, своих фанатов. Да, и тренер, конечно же. Итак, это была программа «Свера. Спорт». Работала у микрофона Вера Власова. В гостях был тренер хоккейной команды «Союз» Сергей Утробин. Спасибо большое, Сергей Ильич. Вам спасибо. До свидания. С верой в спорт.